Привет всем! Сегодня опять-таки разговор пойдет о парфюмах, и я с большим удовольствием еще одну свою уже долговременную любовь вам представлю, и это Parfum de Tee от Kinzo. Давайте прямо начнем с самого хорошего. Я люблю этот парфюм, поэтому говорить о нем буду как о своем любимце, как о парфюме, который я давно ношу, давно покупаю, очень люблю, и вообще считаю ландышевым счастьем своим. Напоминает он мне о счастливых летних днях, и каждое лето без пробелов я всегда достаю Parfum de Tee. И очень рада с вами поделиться, потому что хочу свою любовь передать через экран вам и рассказать об этом замечательном аромате, действительно замечательном аромате. Здесь представлены отличнейшие-отличнейшие парфюмерные таланты Антуан Ли, который, или которая, нет, наверное, который, сочинил или сочинил этот парфюм в 2002 году. По-моему, Антуан Ли это он все же. Не помню, Антуан это или Антуан. Я давно-давно не смотрела, нужно было подготовиться лучше, но опять к парфюму. Парфюм – волшебное счастье мое. Во-первых, конечно же, насколько симпатична эта бутылочка, вы можете видеть сами. Конечно же, она не очень удобна, так как когда она лежит, она лежит вот так вот, она занимает достаточно много места. Если у вас проблемы с местом, конечно, можно ставить. Я иногда ставила, когда у меня много было парфюмов, больше даже сейчас, хотя сейчас у меня тоже очень много. Ставила на бочок, он стоит, этот листик, и себя регулирует, в зависимости от того, сколько парфюма в бутылочке. В общем, бутылочка, по-моему, самая очаровательная и действительно очень хорошо представляет душу парфюма, прекрасно отражается эта душа в бутылочке. Бутылочка – это вот этот вот прекрасный чистый листик с названием, очень красивый и действительно хорошо держится в руке, очень приятен и очень оригинален. Здесь упаковка, вот знаете, я люблю очень простые, непоказушные упаковки, но дорогие и хорошего качества. У парфюмов, мне кажется, это тоже одна из них. И, конечно же, зеленая шапочка, крышечка у этого парфюма и хороший спреер тоже. Здесь представлено просто вот какое-то завораживающее сочетание отличнейшего, звонкого, чистого и вдохновляющего ландыша, очень-очень хорошего качества, с некоторым количеством цветов. Там есть и жасмин, и пивон – один из моих любимых добавлений в цветочных ароматах, герцинт, несколько других цветов. Замешано это все на очень чистой белой древесине, которая даже не проглядывает весь этот цветочный рай до самого-самого конца. Но, я думаю, помогает с тем, как парфюм хорошо держится. Это от парфюм, то есть не туалетная вода, а парфюмерная вода. Держится отлично, живет хорошо на коже, хорошо раскрывается, он меняется со временем, но в том же цветочном счастливом ключе и спокойно утихает после 8-10 часов на коже. То есть прекрасно, прекрасно держится и звучит долго, звонко, ярко и красиво. Но не настолько ярко, чтобы где-то за метр до вас, на расстоянии вытянутой руки, серьезного запаха чувствоваться не будет. Он будет очень-очень легким, но парфюмерная вода, конечно же, дает о себе знать, потому что запах при нанесении достаточно густой. Это цветочный аромат, совершенно цветочный. Сначала и до конца цветочный, да, древесина, о которой я упоминала, это так капля в океане. Когда мы разговариваем об этом аромате, здесь действительно буйство цветов, более того, буйство полевых цветов. Ландыш, конечно же, напоминает о ранней весне, но это, на мой взгляд, весенний-летний аромат. В любую чуть теплеющую или теплую погоду он будет звучать просто волшебно. Здесь вот эти вот полевые цветы, просто как лук, вы обнимаете вот этот вот сток травы и цветов и взрываетесь в него лицом. Это такое ощущение. Более того, в нем есть некоторая влажность и звонкость, которая очень напоминает какой-то то ли ручеек, то ли какой-то ключ, который бьет сквозь некоторую каменную часть, часть ручья и вокруг вот этот вот лук цветочный. Здесь буйство, аромат, буйство, цветы просто на тебя наваливаются, в хорошем смысле этого слова, и ты тонешь в ванне этих счастливых, улыбающихся, звучащих и в то же время звонких, здоровых цветов. И при этом вот эта вот журчащая свежесть ручейка, которая проглядывается в этом аромате, все же дает о себе знать и освежает немного. Поэтому аромат просто незаменимый в летний период, не в самую-самую жару, а именно когда тепло, но не настолько жарко, что вы закрываете дом с кондиционером. Но настолько он у меня пробуждает ощущение счастья. Если вам нравится аромат от Burberry, как мне, очень-очень нравится. Один из моих самых больших любимцев это Burberry Weekend. О нём я раньше рассказывала, у меня есть, снято видео об этом аромате. Ищите, если вы хотите послушать о нём. Но ощущение вот этого счастья, улыбки, солнечного тепла и этой цветочности, которая вызывает у меня The Weekend, вызывает также Пахомбете. Я думаю, если вы любите один, полюбите и другой и так далее. Здесь больше воды, здесь больше свежести, чистоты, прозрачности и звонкости. Там больше солнечного света, жары и цветов совсем уж распоясывшихся. Но вот просто, если вам нравится, даже вы, может быть, не любимый жанр цветочный, но если вы его перевариваете и вам он нравится, я бы завидовала посмотреть на Ахонде Тей. Опять-таки, один из моих любимцев. Вторая полноразмерная пылочка. Вторая. Как вы знаете, у меня парфюмов вот под завязку. Дофига, как говорится. И я просто так не буду рассказывать о том, что вот это мой любимец. Я очень вам советую. Если я не покупаю больше одного раза флакон, я никогда не скажу, что я так серьезно вам советую идти покупать. Это нет. Опять-таки, конечно же, вы просто обязаны своему носу дать ему попробовать аромат. Но если цветочные, свежие и ландышевые ароматы это ваши, то я не могу поверить, если вам не понравится вот этот. Поскольку он настолько чистый, поскольку он настолько аутентичный. И такого хорошего качества парфюм еще бы нужно поискать. Особенно в цветочных ароматах часто проглядывает некоторая пластиковость или замусоленность. И в большом количестве случаев они базируются на чем-то уж совсем сладковатом или притерном. Здесь нет, здесь притерности вообще нету ни на грамм. Именно этим он меня подкупает. И раз за разом я возвращаюсь к нему, он не надоедает. То есть надоед может любой парфюм, но этот в меньшей степени, чем другие. И я очень-очень советую вам его понюхать. Если вы хотите цветочности и ландышевости, это ваше. Надо обязательно попробовать. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно послушать про парфюмбеты. Один из моих самых любимых. Особенно в цветочной категории. Так вообще один из топовых в моей коллекции. Надеюсь, вам было интересно. И всего хорошего. Пока.